Напрашивали выпускников, какие условия того, что они могут вернуться в этот технополис новый, который создается. И в ответах было на первом месте, где я буду работать, что я буду делать, а на втором месте находилось, где будут учиться у меня дети. И в этом смысле развитие физтехлицея является не просто источником абитурентов, физтех и так прекрасно справляется со сбором самых талантливых детей со всей страны, но также это является и магнитом для того, чтобы ведущие лидеры технологические со своими семьями оставались в кампусе и, как говорится, развивалась вся эта концепция физтех-21. А в этом году в физтехлицее произошло много интересных изменений. В физтехлицее был открыт крупнейший технопарк детский. Соответственно, напомню, что физтехлицее создавали тоже наши выпускники. Сергей Гус, тогда совместно с Мариной Геннадьевной, это Машковой бессмертный, бессменный директор. Вот, физтехлицее, да, основали в 90-м году для своих детей. Это был, кто знает, маленький, маленькая школа в детском садике рядом с платформой Долгопрудная, там одна параллель, 200 человек училась с 1 по 11 класс. Вместе с развитием физтеха, созданием физтех-союза был создан фонд развития физтех-школ. Новая стратегия развития физтехлицея, тогда была утверждена Юрия Вашиев, один из основателей этой новой стратегии. И это привело к тому, что уже в 2014 году при поддержке Николая Николаевича, конечно, Андрея Юрьевича Воробьева Московской области, и Константин Новоселов тогда активно включился физтехлицей, превратился из муниципальной школы в областную. Количество детей, которые там учатся, удвоилось, продолжилось бурное развитие. И вот в этом году открыли еще большой технопарк, о котором я скажу, который, в общем, создает уникальные возможности. На сегодня всех лицей это абсолютный лидер по образованию в Московской области, второе место в стране занимает по всем рейтингам. Вот тут какие-то тактико-технические характеристики, которые показывают. Выпускается уже 150 человек в год, то есть у нас получается старший учится более тысячи, половина из них это старшая школа, и там, соответственно, сколько получается, 7 параллелей специализации. И в этом смысле, конечно, получилась уникальная школа, которая продолжает активно развиваться. Но что еще более важно, вот эти компетенции, вот эти наработки, которые есть, одними делятся со всеми другими школами страны, которым это интересно, поэтому это целая сеть, можно сказать, уже школ. И тем самым делается вклад в развитие обучения физики и естественных наук в нашей стране. Потому что, действительно, как говорилось, сейчас это все просило. Технопарк, который открыт. Что такое детский технопарк? Это, ну, по сути дела, такой, можно сказать, называют подмосковный Сириус. Здесь три процесса будут происходить. Один это будут учиться дети, конечно, в физтехлицея, и у них появляются экспериментальные возможности, чтобы не только заниматься академически в тетрадках, но и делать эксперименты по разным направлениям. Второе направление, это, конечно, разнообразие кружков для долгопрудного, для ближайших детей, которые живут. И третье, это круглогодичные смены. Поскольку есть общежития, тут будут происходить и уже проходят круглогодичные смены и сборы, причем не только по физике и математике, но и там авиамоделирование, судномоделирование, в общем, инженерная проектная деятельность, чтобы у детей был вкус к созданию технологий, к созданию каких-то изделий, так это назовем, уже со школьной скамьи. Ну, это, да, повторяется, где что тут будет, какие, соответственно, примерно распределения ожидается по количеству детей. Это основные направления, как они сформулированы, развитие технопарка. Это коррелирует с нашими школами в физтехе, да, потому что мы действительно рассматриваем этот детский технопарк как своего рода площадка для интеграции школьного и университетского образования. И уже с большинством директоров школы есть договоренность, что...